Призывая людей бойкотировать выборы, вы высказываете свою точку зрения. Пускай органы власти, которые говорят о нарушении конституционного строя или о нарушении каких-то законодательных актов, показывают, в какой статье, какого закона написано, что вы не можете иметь свою точку зрения, что вы не можете эту точку зрения озвучивать, что вы не можете эту точку зрения написать на листе бумаги и раздавать прохожим, что вы не можете свою точку зрения распечатать в типографии и ознакомить тот круг лиц, которым вы сочтете нужным свою точку зрения рассказать. Если есть прямые доказательства того, что вы являетесь сторонником ДВК, например, у вас в телефоне нашли переписку, увидели, что вы находитесь в чате, или у вас на руках листовки, или кто-то из ваших родственников, знакомых, сослуживцев, раньше это называлось донос, теперь это называется дал свидетельские показания о том, что вы являетесь сторонником ДВК, вы можете сказать, что вы действий никаких не осуществляли, за то, что вы читаете, как люди общаются в чате, вас арестовать, задержать или посадить не могут. Также вы должны помнить, что если вы, увидев, что у органов следствия дознания есть неопромежимые факты вашего участия в ДВК, можете написать собственноручное признание о том, что вы впервые уличены в подобном деянии, и, пользуясь правом, которое предоставляет вам часть 2 ст. 405 Уголовного кодекса, вы освобождаетесь от уголовной ответственности. Я предлагаю вам таким трюком уходить от судебных решений, от штрафов, от присуждения, от ситки в каком-то количестве суток, для того, чтобы продолжать дальнейшую борьбу. Далее, если вам представитель полиции говорит о том, что у них есть сведения, что вы являетесь сторонником ДВК, что у них есть предположение, что вы собираетесь отправиться на очередной митинг, что будет и дальше идут разные запугивания, вы говорите о том, что если у них имеются такие сведения, они должны возбуждать дело и приглашать вас повесткой. В соответствии с законодательством Казахстана, с Конституцией, вы имеете как гражданин право на свободное передвижение, на перемещение в границах Республики Казахстан. Дальше, вам повестку должны принести по месту регистрации, но это не значит, что вы обязаны находиться все время по этому месту регистрации. Опять-таки, это предусмотрено Конституцией Республики Казахстан. Вы имеете право жить там, где вам удобно, и вы не должны органы полиции ставить в известность, где вы, куда вы уехали, по какой причине. Да, по зарегистрированному адресу они должны привести вам повестку. И только в случае, если, принеся ее трижды, они вас не застали, они имеют право объявить вас в розыск. До этого момента они должны стараться всеми возможными силами вручить вам эту повестку. Дальше мы действуем по уже нам знакомому алгоритму. Мы очень внимательно проверяем, что в этой повестке написано. И если хотя бы одной буквы, одной цифры не хватает, мы имеем полное право по этой повестке никуда не идти. Единственное, забирайте повестку. Для того, если вы видите, что она неправильно составлена, забирайте. Для того, чтобы в случае, когда вам скажут, что вы не пришли, вы могли предъявить ошибку. Или специально недописанное, или неправильно что-то написанное. И сказать, что если повестка заполнена неверно, вы имеете полное право на нее не реагировать. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.